Брат Василий у нас оттаял Сейчас уже бояться не надо Надо? Что это? Кому? Спасибо, Христос А что с ним делать? Пить тебе надо, чтобы здоровый дом А что это? Они знают что-то Это я не понимаю Я не беру никогда такое Женя Я так предполагаю Я не сказал на это Судеб за это Он как-то трепет Так она же была Перед нами Живей всех Живей всех Живей всех Судеба Судеба Так Ну опять мы в меньшинстве Да? Последнее время Что-то началось Что это делать Выгнал Нет, я не гонял Никого Никого не гоняет У меня не таких полномочий Сейчас Сейчас Уже есть Уже Уже Картошка Картошка Все нормально Передавай привет Картошке И меду Да Смотри сейчас Завтрашнего дня Минус три Готовься Образуру защищать Грубой Картофель Давайте Царю Небесный Удешителю Души Истинный И Живей Везде Сы И Вся Исполняй Сокровище Благих И Жизни Подателю Приди Вселенный И Очистенный От всяких Сверны И Спаси Блаже Души Наша Господи Благослови Наши Собрания Прибудь с нами В этот воскресный день Огради Наши мысли От ненужного И Все услышанное Здесь Дай принять с верою Поделиться с друзьями Тебе же славу Восылаем Отцу и Сыну И Святому Духу Ныне и всегда И во веки веку Аминь 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 Значит Два воскресенья Я сейчас не буду Через два воскресенья Приеду на прощенное Потому что он совпадает Не на прощенное Надо быть здесь Вот Мы дома сделаем прощение Потом Знаю где будет Владыка Проводить Чин прощения Куда нужно Ну Так Мне Направил Брат Алексей Компьютер Мне подарили Этот ноутбук Там племянники Три года назад Я не пользовался Но я сейчас немножко Смотрю Что же Там хоть С трудом Но выхожу Нахожу что-то И Нахожу Смотрю Как Занятия Там проводите Но я Хочу сказать вам так Вы когда проводите Занятия Или собрания Приводите какие-то примеры Лучше примеры Приводить Из священного писания Из жития святых А то столько отвлекаетесь Идет собрание Вот Приводите примеры Тех кто Ушел Вот они вот ушли Там это что-то Кому от этого Какая Вы должны Ушли значит Грехи его вспоминать Ага в чем он согрешил И это должны Выставлять Как фарисеи Значит Он Такое Мы не такие Не надо этого делать Я советую вам А больше Приводите примеры У нас в священном писании Можно много примеров Приводить Вот апостол Павел Он приводит пример Смотрите Берет Зеленый Иван Затаусский Приводит пример Каким быть смиренно мудрым Он не сказал Он был смиренно мудрым Павел Но он этого не сказал Он говорит Плоть я привожу мужем Который истинно смиренно мудрее имел Вот Апостол был Первоуховный апостол у всех Но я говорю Наименьший всех апостол Не достоин даже и называть это апостолом Вот истинно смиренно мудрее Поэтому Больше Я так посмотрел Много Когда вы проводите Занятия или что Отвлекаясь Много То что есть Не по теме Совсем уходите Куда-то Дальше начинаете То-то То-то там видели То-то что-то Было И больше Процент Я так Не посчитал сколько Но думаю что больше процента Просто это Отвлеченное Не касается даже совсем И темы Вот Это Ну Не должно так быть Все таки Если вы проводите за ней Посвященное Писание То вот у вас есть толкование Толкование Ну какой-то пример Можно привести Но Не Увлекаться этим А то много будет Раз Потом Возвращаемся Еще раз На это же место Еще раз Возвращаемся На это место И Время много тратится А пользы нет никакой Так думаю Никого нет пользы Просто выскажите охота Если кому-то Ну Выскажите Где-то Но здесь Время не нужно на это терять Это так вот Я видел Я сказал Поэтому я Вам ставлю Подумайте об этом И лучше будет Когда вы будете Примеры Приводить из Священного Писания И из Жития Святых Это будет всем понятно И будет На пользу Уховную Так Ко мне какие вопросы есть? Ну Никаких нет вопросов Через неделю Через неделю Я сказал Через две Через два воскресенья Напрощенные Да Напрощенные А там В Великим Постом Там может быть Попадется и два Подряд Буду приезжать сюда Там как будет Вот Приеду Значит Какой будет 29-го 29-го суббота будет А первое Воскресенье А в этот год Высокосный Так? Да Да Воскресенье 29-го суббота 29-го суббота Ну так У нас все Благополучно В Панеряевке Там Сейчас вот Как весна будет Снега очень много Везде Очень много Даже Я по своим Смотрю по своему двору За все годы Столько не было Ни один год Как-то Или мело по-другому Вроде бы и метели было не сильно Но намело снегу Очень много Где там Вообще Стоял у нас Машину Поставил Один ватт из Барнаула На хранение поставил Я прохожу Машины нету Угнали машину Наверное Нет машины То есть машина полностью Под снегом И не видать Ее машины Даже Ну сейчас откопаем Если вот будет уже Надо будет откопать Стоял возле двора машина И нет машины Вот А где-то по интернету У нас видели Что в Казахстане Или рассказывали Что в Казахстане Чебаны там Ну Баран Они там бывают Не загоняют Они где-то возле них Там возле двора там Они стоят Утром проснулись А баранов то нету Нет баранов нигде Где бараны нету А бараны как они Ну а бараны они кучкой стоят Снегом замело их Покрыло всех снегом Не задохнулись Да нет Некоторые мы задохнулись А так-то ну нет Он же там не метр навалил А так навалился Может быть там Пло метра на них Что-то И закрыл Вот такой был Как у матушки сдохнулись Да матушка ничего ходит Сеет Помидоры сеет Уже? Да уже Уже так Где взошли уже там Все помидоры Сеет Но в теплицу нарубится Не Ну в теплицу когда В теплицу в мае месяце Сейчас она на пешку С пешки на стол Встала на пешку Опять на пешку Она о нас заботится еще А? Она о нас заботится еще Она рассады ссадит много Она рассады так Чтобы раз замерзла Два замерзла Чтобы на третье все-таки осталось Так еще Чтобы вон Володе дать Там Соседям И все так вот Так что все Ну Ладно Все Это Лена ты мне то что давал Дай мне сейчас Надо мне К ней заехать Она что-то просила Ее посетить Батюшка еще Варвара и Мирон болеют Ну Хорошо Не хорошо что болеют Хорошо что будем молиться И не По семейным обстоятельствам По семейным обстоятельствам Пытаться занимать Давайте дальше Так вот Появился Появился Обратный вопрос Возьмите у кого? У меня появился вопрос Я на прошлом собрании Предлагал вынести на голосование Вопрос Возможности Прямой трансляции С наших собраний И это Продолжение было Игнать Тихоновичем Отклонено То есть Чтобы не было Никаких прямых трансляций Ты мне это задаешь вопрос? Да А вот когда вопрос Я так Кому то я вопрос задать Я сразу Так А как он меня ответит Стоит мне задавать Этот вопрос Я бы сказал так Если бы Я так уже Смиряюсь просто Вы меня Смиренным делаете Архисмиренным Я вообще бы даже Это Виде Чтобы Не было бы его Вот так Зачем ты меня спрашиваешь? А теперь Прямо собой Вы когда даже Снимаете что-то Ну такое Зачем показывать На весь мир Самому даже Смотреть Когда мне что-то стыдно Я даже Голову пущу И вот Даже слушаю Другой раз Вас Я даже Сижу перед компьютером А я голову пущу И мне стыдно даже Слушать это Что делаете? Зачем это выставлять На весь мир? Кто от этого покается? Что-то Просто увидят Какие мы Есть Мы на собраниях Какое-то бесстыдство Творим разве? Батюшка А что Нужно даже До этого еще дойти? Нет Вы же Только что Про это и сказали Что Как вы говорите Что-то Как говорите Мне даже Порой бывает стыдно А ты Прямо Дома Хорошо Сергей Тебе вопрос Что ты этим хочешь добиться? Вот прямое Чтобы было прямое Что ты этим хочешь? Я хочу Цель какая Ставиться Цель Показать Себя Ну Себя Показать Нет Нет Ну вот такой Показать себя Какой? Ну А как Сестра А почему так? Решил Чтобы показать себя Нет Подожди Хорошо Перед этим вы говорили Апостол Памел Он такой смиренный Он такой Я наименьший из апостолов Он говорит Я больше всех вас потрудился Это что? Это что? Это что? Гордость или возвышенность какая-то Или что? Да нет Это не то Это он как раз Говорит тем Кто его не принимали И как бы говорили ему Ты со Христом не был Ты апостол не можешь Он Они вынудили его сказать это Понимаете? Вынудили сказать это Что я вот Смотрите мои труды Сколько я потрудился А вы кто есть? Если бы не я вы то кто были бы? Понимаете? От кого вы услышали? От кого вы возродились? От меня И вы называете Что я Есть ли кто? Они вынудили его это сказать Понимаешь? Да Написали Я тебе сказал цель Какая этого? Что напрямую показывать Какая цель? Когда прямой эфир Гораздо больше просмотров Чем больше просмотров То что больше? Тем больше просмотров Тем больше вероятность Что душа обратится Потому что в мире сейчас идет Конечно В мире сейчас идет война Наш канал блокирует Жалобы пишут И если мы будем сидеть Сложа руки Ничего не делать Нам просто Мы в этой войне Духовной брани проиграем Мы Церковь воинствующая Я считаю Нужно использовать Все средства Направлены на то Ты покажешь это На 10 минут позже На пол часа позже То что Эти люди уже в тех Дух покинут Я сравниваю Но если я все равно Покажу это На 10 минут позже Или на пол часа позже Почему вы запрещаете Мне показывать это сейчас? Я не запрещаю тебе Ты откуда взял запрещание? Ты спросил у меня советы Я сказал Я против этого Я тебе не запрещаю? Хорошо Хорошо Вы против Но вы не запрещаете Я не запрещаю Но если ты будешь снимать В это время Я прекращу просто богослужения И все Раз ты не пойдешь Я не буду Я разоблачусь Выйду из храма Не о богослужениях Ты скажи Я говорю не о богослужениях О собраниях О собраниях Здесь у вас есть собраниях Вы решите Вот я и предложил Решить всем Но это решение отклонено Давайте проголосуем Решите Ты так и не сказал Цель это никакая не цель Что через это больше Обратятся Это моя цель Я ее сказал Чтобы больше людей Обратились Вы в это не верите Да батюшка? Сергей Как вы ведете другое собрание И мне Некоторые говорят Ну я бы Говорит Я говорю на такое собрание Не пошел Говорит Не надо мне говорить Такого собрания Понимаешь? Как? Обратиться Как обратятся Или кто-то наоборот Даже Уйдет От этого Вот так вот Понимаешь что? Мне Я уже знаю И вас всех знаю Как это и то Мне до того стыдно бывает Как вы ведете на собрание Как это Начинаете Что Каким голосом говорите Что-то Кричите там просто Мне стыдно за вас просто Ну а ты вот напрямую Показать все свое Внутреннее Да зачем вам Показывать то? Наоборот будет скрыться От этого От стыда Я покажу всем Какие мы есть Да нас все знают Какие мы есть Не надо уже Показывать Вот вера Отслышанное слово тоже Ну Проповед больше А вы уже Дальше пошли Чтобы уже все Давай Мы Показываем Уже кто это Смотрю меня Тайно снимаешь Что богослужения Значит что нет Там из-за дверей Говорит Ну ладно Я молчу Снимайте Нельзя там нельзя Больше если будет просмотр То больше обращения будет Я не знаю Больше обращения Или отвращения будет больше Это еще нужно разобраться Что будет Обращения или развращения Если От собрания Как вы собрание ведете И это прямую показывает То я думаю Больше от этого От переживай Батючка говорит Отвращения будет больше Поэтому Ты мое спрашивай Я категорически Против этого И все А я Я уверен Что если сейчас ты Проголосуешь Ну 90% Будут Против Этого И что ты то Ну что Я думаю Против будет Против этого Против даже Видеосъемки Я знаю Что многие Тоже смиряются Так уж Ну да ладно Что мы из-за этого будем Ладно Пускай Игнать Игнать По этой теме Сергей Павлович Я просил Не поднимать Никогда Никаких голосований Тут хозяин я В этом помещении Только поэтому Я сказал Так и будет Я хозяин Хозяин собрания Зачем батюшку сейчас Время зря задерживать Он сказал Абсолютно все правильно Не надо Сколько приходят Посмотрели Ни один за это время Ты не пришел Когда пришли Тогда когда Прямой передачи не было Ты правильно сказал Намного больше Поглазеть Больше ничего Они говорят Все дом 2 устроили Да я даже не знаю Человеку Укоризненное Не надо больше Никогда не говори Помолись со смирением Все эти слова батюшки Надо как принять И воплотить в жизнь Кто-нибудь Что знает Объясните Игнатьев Что такое дом 1 дом 2 Чтобы он немножко знал Так 1 на 1 И всех не надо Один на 1 Братья Кто это знает Ты знаешь что такое дом 1 дом 2 Допускай зайдет Да посмотрит Немножко Еще его Еще туда его Еще и дом 1 дом 2 Не надо Что там такого то в этом доме 2 Там тупые юноши и девушки Дурные совершенно Свои дурные мысли Выкладывают во весь эфир И все больше ничего нет Не выкладывают Не выкладывают А показывают Ну это называется Выкладывать в эфир А что это значит Все Дальше не надо об этом А то вы сейчас Что там уклонитесь Давайте Занимайтесь дальше Все Дальше Нет Валентина Барышникова Позвонила Утром Она вчера чистила Снегу Очень много Она не могла К погребу И чистила Чистила Заболела Вот От чистки Нестор Сифросиня И вот Нестор Заразил Ифросиня Она заболела И Татьяна Александровна У нее с ногами В колене Разболелись Ну вот так все Спаси Христос Толкование Афилата Болгарского На сегодняшнее евангельское чтение У тебя очки на носу все Ничего там смотреть А тут сейчас как сестры Но смешу И что-то памяти нет У меня памяти нет Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Евангелие от Луки 18 глава С 10 по 14 стихи Иисус сказал ему Ныне пришло спасение Дома сему Потому что И он Сын Авраама Ибо Сын Человеческий Пришел Взыскать И спасти Погибшее Когда же они Слушали это Присовокупил Притчу Ибо Он был Близ Иерусалима И они Думали что Скоро должно Открыться Царствие Божие Ну так 10 стиха Ну 211 И 10 Вот я его прочитал И 19 глава А 19 А 19 А 19 А 19 А 19 А 19 Опечатка Простите Можно с 9 Начинать Евангелие Евангелие От Луки 18 глава с 9 по 14 Сказал же Так же Некоторым Которые Уверены Уверены И Уничижали Других Следующую Притчу Два человека Вошли в храм Помолиться Один фарисей А другой Мытарь Фарисей Став молился Сам себе Так Боже Благодарю тебя Что я не таков Как прочие люди Грабители Обидчики Прелюбодеи Или как этот Мытарь Пощусь Два раза в неделю Даю десятую часть Из всего что приобретаю Мытарь же Стоя в долине Смел даже Поднять глаз На небо Но ударяя себя В грудь Говорил Боже Будь Милостив Ко мне Грешнику Сказываю вам Что сей пошел Оправданным В дом свой Более Нежели Тот Ибо Всякий Возвышающий Сам себя Унижен Не будет А унижающий Себя Возвысится Толкование Блаженный Ферфилакт Господь не перестает Истреблять Страсть Высокомерия Сильнейшими Доводами Ибо Много Отраслей Самолюбия От него Рождаются Самомнение Хвастовство Числавие И Пагубнейшее Всех Высокомерие Высокомерие Есть Отвержение Бога И когда Кто Совершенство Приписывает Не Богу А себе Тот Что иное Делает Как не отрицает Бога И восстает Против него Высокомерие Низвергает Человека На самую Низшую степень И уподобляет Его Бесу Иногда Принимающему На себя Вид Равного Богу Изначальные слова Фарисея Похожи на слова Человека Признательного Ибо он говорит Благодарю тебя Боже Но Последующая Его речь Исполнена Решительного Безумия Ибо он Не сказал Благодарю тебя Что ты удалил Что ты удалил От меня Неправды От грабительства Но Как Что Я Не таков Поэтому Фарисей Как приписывающий Совершенные Дела Собственной Силе Высокомерен А отсюда Дошел И до Осуждения Других Господь Обозначает Высокомерие И отсутствие Смиренно Мудря Фарисея И словом Став Ибо У смиренно Мудря И вид Смиренно Мудрый А фарисей И во внешнем Поведении Обнаруживал Тщеславие У фарисея И глаза И сердце Поднимались К небу Посмотри И на порядок Какой представляется В молитве Фарисея Сначала Он сказал Каков Он Не А потом Перечислил И то Каков Он Есть Сказав Я не таков Так как Прочие люди Он выставляет Разные Добродетели Пощусь Два раза в неделю Даю Десятую часть От всего Что приобретаю Ибо Ибо Должно Не только Уклоняться От зла Но и творить Добро Солом 33.15 И прежде Должно Удалиться От зла А потом Приступать к добродетели Подобно тому Как желая Из мутного Источника Почерпнуть Чистой воды Ты должен Прежде Вычистить Грязь А потом Можешь Черпать Чистую воду Вопреки Страсти Прелюбодеяния Он Хвалится Постом Ибо Похоть Рождается От чувственного Пресыщения Так Он Удручая Тело Постом Был очень далек От подобных Страстей А фарисеи Подлинно Постились Во второй День Недели И в пятый Названию Грабителей И обидчиков Фарисеи Противопоставили То Что он Дает Десятую часть От всего Что приобретает Грабительство Говорит он И нанесение Обид Столько мне Противно Что я Отдаю Даже Мое собственное По мнению Некоторых Закон Заповедует Вообще И Навсегда Десятину А те Кое глубже Исследуют его Находят Что он Предписывает Троякова Рода Десятину Об этом Подробно Узнаешь Из второзакония Глава 12 и 14 Если Приложишь Внимание Так вел себя Фарисей А мытарь Вел себя Совершенно Наоборот Он Стал Дали И Очень Был далек От фарисея Не только по Расстоянию места Но и по одежде По словам И по сокрушению Сердца Он Стыдился Поднять Свои Считая Недостойными Созерцания Горних Предметов Так как Они Любили Смотреть На благо земные И Пользоваться Он Ударял Себя В грудь Поражая Сердце За лукавые Советы И пропуждая Оноя От сна К сознанию И ничего другого Не говорил Кроме сего Боже Будь Милостив Ко мне Грешнику За все Это Мытарь Пошел Более Оправданным Чем фарисей Ибо Нечист Пред Господом Всякий Высокосердый И Господь Гордым Противится А смиренным Дает благодать Притчи 3.34 Иной Быть может Удивиться Почему Фарисей Хотя Немного Слов сказал С высокомудрием Однако Осужден А Иов И очень Много Высказал О себе Великого Однако Получил Венец Но Потому что Фарисей Стал Пуслословить На похвалу Себе Тогда Кто Никто Не заставлял Его И осуждал Других Когда Не побуждало К этому Никакая польза Иов Вынужден Был Исчислять Свои Совершенства Тем Что Его Стесняли Друзья Налегали На него Тяжелее Самого Несчастья Говорили Что Он Страдает За грехи И Исчислял Свои Добрые дела Для славы Божьей И для того Чтобы люди Не ослабевали По пути Добродетели Ибо если б люди Дошли до убеждения Что дела Которые творил Иов Были дела грешные И он страдает За них То они стали бы Удаляться От совершения Этих самых дел И таким образом Вместо страннолюбивых Сделались бы Негостеприимными Вместо Милостивых И правдивых Немилосердными И обидчиками Ибо таковы были Дела Иова Итак Иов Исчисляет Свои добрые дела И для того Чтобы многие Не потерпели Вреда Таковы были Причины для Иова Не говорим уже о том Что В самых словах Его По-видимому Велеречивых Просвечивает Совершенная Смиренно Мудая Ибо Если Если бы я был Говорит Как в прежние Месяцы Как в те дни Когда Бог Хранил меня Иов 29.2 Видишь ли Он Все возлагает На Бога И Не осуждает Других Но Скорее Сам Терпит Осуждение От друзей А на фарисея Который Приписывал Все К себе А не К Богу И без Нужды Осуждает Других Справедливо Наводится Осуждение Ибо Всяк Возвышающий Сам себя Унизится Будучи Осужден Богом А Унижающий Себя Через Осуждение Возвысится Будучи Оправдан Богом Так и сказано Припомни Мне Станем Судиться Говори Ты Чтоб Оправдаться Исайя 43.26 Господу Нашему Слава Вовеки Вами Вопрос 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 По оттолкованию Все ясно Четко разграничено По поводу Фарисея И Мытаря Ну Разве там написано Что Фарисей Не оправдан? Не Не Менее Оправдан Ну там Разве написано Менее А Написано Мытарь Более Оправдан Я спрашиваю Разве написано Что он не оправдан Он не оправдан Он не осужден Во всяком случае О А По толкованию Фактически Он осужден Не просто осужден А приводятся и слова Иова То есть Доказательства И так далее Осуждено Осуждено его Высокомерие Не он Осуждено Осуждено именно Высокомерие О чем толковательные Ясно Что ты говоришь Он и высокомерие Это разные вещи Конечно Как коммунизм и коммунист Это разные вещи Но Однако же Он оправдан С этим высокомерием Он оправдан Менее оправдан Высокомерный фарисей То есть Тоже да Непонятки Опять же Менее Я слышал А разве там написано менее Написано более Мы и так более оправдан Но не сказано Что тот осужден Внимательно Внимательно Нужно читать И внимательно Понятно Разница Колоссальная Но просто-напросто Существует путь Который выбрали фарисеи Законники Закон Разве закон Не доводит До спасения Конечно Доводит Разве Христос Его нарушил Но Как Как его делает Это вот как раз Об этом разговор Поэтому Когда мы читаем Я к чему привожу Внимательно Нет ни одного слова Не имеющего смысла Слова имеют Четкий ясный смысл Прочитав это место Мы видим Что Мы так Возведен В высшую степень Но не означает Что тот осужден Но когда читаешь Толкование Возникает ощущение Что Просто осужден И более того Я могу показать Толкование Где говорится Что Осужден он Именно осужден Что так нельзя И что Именно Он осужден Не за то Что он десятину Приносил За то что он превозносился Он за это осужден Осужден Только и всего Разные вещи Братья и сестры Разные вещи Осужден на вечную погибель Осужден его поступок Его грех Это разные совершенно вещи Сейчас говорит Мне послышалось от брата Что он осужден на вечную гибель На погибель Если так То здесь этого нет А если осужден его грех То да да Один осужден более Другой менее осужден Здесь не так Путь законника Я вот как раз еще рассказал об этом Путь законника Существует Дорога для спасения Закон Что еще выше закона Скажите пожалуйста Христос Да Потому что Господь говорит Закон мертвит Да Дух оживотворяет Так ведь Но вопрос то не в этом Разве он его нарушил И поэтому Я говорю о другом Люди стоящие на этом Должны просто понимать Ну в сердце Вот так вот По большому счету Поставьтесь на себя На место фарисея Ну а правда Ну мы то какие Да мы же хорошие Мы с крылышками Ему вот все выставляем Ну а мы же нормальные Мы выставляем все людям Они слушают нас Смотрят Сколько людей обращаются Благодаря Да Благодаря Ну разве это плохо Ну разве я пощусь Разве я даю десяти Ну разве это плохо Ну я же не вор ребята Ну что здесь плохого То есть слава Бога Богу Слава тебе за то что я не вор Разве он не так рассуждал Да Я так же рассуждал И вдруг Да И вдруг Это мама твоя Егор ты себя Хочешь показать Ты фарисей А может быть А вдруг А вдруг Благодарю тебя А вдруг я фарисей Вот об этом и речи Вот об этом и речи Поэтому когда мы Подменяем слова слова Цепляемся и говорим Не не Написано Более оправдан Будьте точны И не выходите за рамки этого Он возведен степень Да Он сказано Вот его путь Превосходничество Быстрее спасется А этот будет идти Есть дорога Дорога сложная Тяжелая А есть лучшая дорога Быстрая Есть дорога Которая уже Отмеченная Вот о чем Все у меня Вопросов нет Надя Ну Можно Ну а то подпочтение Так Спаси Христос Так у меня Дискутиня Я коротко говорю Значит так Люди молятся Богу Адаму около рая Там стоит Молится Врата там райские Как бы что-то такое Он молится Спросят о спасении О прощении Потом приходят Жертвенники Жертвенник Сив Начинает молиться Построил жертвенник Люди начинают молиться Около жертвенника Долго молятся Около жертвенника Аж до пришествия Моисея На землю Господь Моисею дает Небесный Прообраз небесной Молитвы Господу Народам всем Скинию После Скинии Приходит Черед Храму Каменному Ну Господь На все это говорит Что мне не нужен Это все и так Мое Вся земля Ну раз вы так уж решили Сами причем решили Не советовались ни с кем Ладно Строите Давиду не дал строить Построил Соломон Читаю Восьмая глава Третья книга царств Соломон построил храм И стал Соломон Перед жертвенником Господнем Впереди всего Собраний И поднял Руки свои к небу И сказал Господи Божий Израилев Нет подобного тебе Бога на небесах Вверху и на земле Внизу Ты хранишь завет И милость К рабам твоим Ходящим пред тобой И всем сердцем своим Простите я не буду все читать Тут долгая молитва Он конкретно По каждому пункту Обращается к Господу Сначала славит его А дальше он славит все Поистину Богу лежит На земле Небо и небо небес Не вмещают тебя Тем менее Этот храм Который я построил Но призренно Молитву Рабатывай его И на прошение его Господи Боже мой Услышь Воздаяние Молитву Который Раб твой умоляет тебя Ныне Да будут Отче твои Отверстие на храм Этот день и ночь На это место Которым ты сказал Мое имя Будет там Услышь молитву Которую Которую Будет молиться Раб твой На земле На месте этом Услышь моление Рабатывай его И народа твоего Израиля Когда они будут Молиться на земле На месте этом Услышь На месте обетования Твоего На небесах Услышь И помилуй И дальше Ты услышь С неба С места обитания Твоего И помилуй Соделай и воздай Каждому по путям его Как ты усмотришь Сердце его Ибо ты один Знаешь сердце Всех сынов Человеческих Чтобы они боялись Тебя во все дни И доколе живут На земле Которую ты дал Отцам нашим Дальше не буду читать Сами прочитайте Видите как Все помиловал Сохранил О народе Идет речь Правильно да? Все понимают о чем речь Молится о себе О народе Молится он И я хочу вас попросить В рамках нашей церковной дисциплины Я на том занятии просил Чтобы не разговаривали даже шепотом На бытовые темы И так далее Разговаривать часто Сегодня Слышу уже Начинаю По делу По делу По делу По делу Господи 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 Прости И мы знаем Для чего ты тут стоишь Человек Мы все тут для этого Вот храм создан Для этого Поверьте Храм создан для того Чтобы каждый из нас Пришел туда И покаялся Пред Господом И мы все стоим Представьте Что будет хами И апостол Павел говорит Жены в ваших церквах Да молчат Простите меня Ради Христа Сестры Не я это сказал Апостол Павел Жены Почему Никогда я не слышал Что брат стоял Господи Помилуй меня Сестры же Через одну начинают Эти шепоты Сестра Все понимают рядом Что ты сюда пришла Молиться И покаяться Каждый знает Зачем ты еще Вокруг нам всем рассказываешь Об этом Вдруг они не знают Мы друг дружку все поддерживаем В молитве Да Вдруг кто то не знает Тогда надо рассказать И когда вот такое Я надеюсь сестры уже поняли Да Подождите И когда такое произошло Я еще тут расскажу Первая царь книга Я не стану читать Там написано Так же одна сестра пришла Она ее звать И тоже шепотом стояла Молилась Вот так вот И причем не было Никого не было Она одна была И Чертный шепот там Да 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 Конечно шепот Ну там полголоса шепот Хоть как хотите А тут рядом был Ильей Первый священник Сидел Ну как Это в храме Это жизнь И он услышал И подумал что она пьяная И начал ее расспрашивать Оказалось что И так далее Ну то есть к хорошему делу это привело Но однако До чего все доходит До чего все доходит Понимаете Ну кто то о другом подумает Ну я понимаю как горько на душе У меня то какие горько на душе Тоже Тоже охота Господи Ну давайте церковную дисциплину соблюдать Мы все знаем для чего мы там Для чего мы пришли в храм Брат призвание польза Я вот вам прочитал еще Кому не ясно Откройте Третью царств Книга Библия Шестой по восьмую главу За полчаса Вы это прочитаете Только вдумчиво Прочтите Выпишите себе А потом Меня вот так вот Придите Расскажите что то еще Что вы знаете Я порадуюсь Вместе с вами Спасибо Христос Надежда А да еще хотел сказать Давайте помолимся Еще будем молиться О том Чтобы Господь Послал наказание ему Какое надо Потому что сейчас Идет страшный вирус Он уже давно идет Уже месяц Но это как бы все было Как то далеко и так далее А теперь уже понятно Что это настоящая Такая пандемия называется Не просто эпидемия А для меня еще не объявлено Ну еще не объявлено Но уже Чем будем ждать Семидесяти тысяч Понятно что до этого Тоже дойдет дело И тем более что Все дело в том Что человек Сам выпустил Такого вируса На эту волю Поэтому Это уже не то что там От Господа А Господь Показывает наше Страшное неразумие Но может быть Это месть Божья Мы не можем Останавливать месть Господней Нашими немощными Грешными руками Поэтому Но надо помолиться Будет об этом тоже Теоретически больше На китайцах Так Надежда Я хотела поблагодарить Я просила там в группе За моего супруга Он ездил в маму Прибез Она заболела У нее что-то У нее сильное началось головокружение И она даже не могла встать Чтобы управиться там хозяйством Вот И когда она уже сутки пролежала Мы Даже нам она не говорила Еле говорила Лера Вот ей позвонила И мы по голосу поняли Что-то не то И срочно привезли Вот Все обследовали Слава Богу Там не опухоль Ничего в голове Нету Сосудистые нарушения Сейчас она проходит лечение Вот Я сегодня с ней Еду домой То есть Там буду Отравляться Все А ее Будем продолжать Науколога Сейчас И Лечение Нина Да Она неверующая Об обращении Да Об обращении Потому что Такие звоночки Со здоровьем Выше звонят Вот Путешествующая Я буду Сегодня Да Когда назад Не могу сказать У меня сейчас отпуск Поэтому Есть возможность Вот И еще Игнатий Тихонович Просил Вот Раздал молодежи Помните книжечки разные Сказал прочитать И свой отзыв оставить Вот Ксюше досталась Вот эта книжечка Она ее всю сразу же прочитала А потом Игнатий Тихонович молчит Молчит Все молчат По-моему Лизе с Анфисой он давал Да Ливе Ксюше Ну вот мы прочитали Вот я прочитала Ксюша прочитала Лера говорит Что тоже прочитала Эту книжечку А что Ксюша Я могу Могу порекомендовать Прочитать эту книгу Ничего Плохого Здесь Такого Антиправославного Нету Конечно Эта книжечка протестантская Еретического Нету Еретического Да Здесь говорится О Молодом Человеке Который Остановил И он даже в тюрьму попал Именно в тюрьме Уже оставив свою семью Детей Это там я не знаю какой 18-19 век Голландия Происходит все Там Бедный он был крестьянин Вот Женился на дочке богатого Жили в нищете Богатый там их проклял Практически Вот какие с ними были Перепети Такая достаточно жизненная Картина Я думаю что реально Реально могло такое и быть Такой там случай И уже вот в тюрьме Он обратился к богу И принял эту прощающую любовь И в конце просто там такая как Такая вот сцена уже там до слез Вот идет у них примирение Уже больной этот обидчик старый Этот вышел из тюрьмы И тот и другой они покаялись Вот Вот такая вот Добрая история Поэтому Можно прочитать Очень быстро Я за два дня ее прочитала Вот Оставляю здесь Ксюша еще быстрее Наверное Еще у кого есть Кто прочитал еще Пока никто Но Следуйте Примеру Будет закладочка Тебе некогда было Львовь Николаевна Книжечку Любовь Николаевна Львовь Николаевна У вас слово Поднимала руку по моему Она книжечку поднимала руку Игна Техничка Можно я одну слово скажу здесь буквально Да Меня Нила Алексеевна Просто поклон передавала всем Да Она похудела И она конечно Чувствует себя неважно Нога болит Нила Алексеевна Потому что она выздоровела Скажи Нет И Свечникова еще звонила Звонила всем тоже Поклон передала Очень подробно расспрашивает Ролики смотрит И душой она с нами Хотя она там ходит Нашла она какую-нибудь верующую Нашла бабушку верующую И с ней занимается Игна Технич Игна Технич О чем говорили Что батюшка говорил Это Без обсуждений Без голосования Надо принять Чтобы было по-другому Второе Никогда к этому вопросу Не возвращаться Напрямую Батюшку Батюшка Заключил Там Я по стенам И по территории Там можно Это решается И даже Не на собрание А занятия Когда идут Значит Усвоить И не надо вопрос поднимать Второе И говорили об этой Книжечке А там еще Афанисея Вот Брат Алексей Он Заметил Что Тут нужно сказать так Что Притча Которые Господь рассказал Притча Притча Это клясность Сравнения Так сказать И Она застыла На одном моменте Там не против десятины Не против поста Иначе Кто мы такие В следующей неделе Допустим Блудного сына И друг друга поздравляют Поздравляют с неделей Блудного сына А вы все блудные Священник подходит Говорят Ну поздравляю с неделей Мы твари Парисеи Я говорю Да мы все Парисеи православные Ну не для этого Притча В застывшем виде Давайте мы ее двинем С места Как строим Ну как кадры Как сейчас Обыкновенная фотография А раньше бы сказать Ну лет пятьдесят Человек был вздрогнут Картину смотришь Вот И вдруг я сейчас нажал бы кнопку А это картина то В интернете И вдруг все двинулась Там катятся люди Человек отшатнулся бы Посчитал за каждом ствол И здесь Апостол Павел Говорит Я фарисея от фарисея И отец у меня фарисей был И они не обвинены Богом Монахи Трудились не через пять органов чувств А в основном Самое главное Вот у человека что Видеть Семьдесят восемь Кажется процентов Нашей информации Получается все из глаза Но в деле Божьем Уши на первое место Выходят Слышащие Идите и проповедуйте Даже можно в закрытом виде Стоять и проповедовать Тебя будут слышать Или включить И будет где-то Православие все На один орган в счет взяли На какой? На вкусовые качества Это надо так Искусно подумать На этой неделе Ничего нет И мы не фарисеи Не фарисеи Поехали Среда пятница Хотя среда пятница Шестьдесят девятое правило Апостольское Запрещающее нарушать Ну я православный Я с удовольствием У нас все равно ничего нету Ни мяса, ни молока Так что Кругого апостола Но однако Вот понимаете как Чтобы вы это поняли Вот возьмите Последняя неделя И что там? Лазарева Лазарев воскрес Монахи те А тут говорить Людям о стиле воскресения Христова Тут знаете А раскрыто поприще Ничего не бывало Икру можно А рыбу нельзя Один день в году такой А что? Лазарь ожил Это икра А гроб Это сама рыба Ну Гроб ты завтра жуешь А пока сегодня Только Понимаете Вот в любом деле Где бы ни был Я все это расследовал Нашел И это вообще Это умные монахи были Но только били Не по тому органу чувств Теперь дальше я говорю Вот это Книжечка Которую посмотрели Протестанты Я не протестант Но однако Сейчас делаю сравнение Вот как Ни раньше Ни позже Сестра Надежда Александровна вышла Вот смотрите Вот такая Есть Душа Которая выпускает Вот это Рыжов Это очень хороший журнал Я не буду говорить Какого звания он Он Такие вопросы поднимает И видно что он Не в приглядку дает А прямо смелые Одно время журнал запретили В местном метрополии Везде там Было такое Журнал Ему очень трудно На первой странице Как правило всегда От него что то есть А самый заголовок Интересно как Вверху написано Душа Журнал Православный Сборник Для всех Душа Встреча с Господом Чудо Но Когда мы начинаем Даши читать Кто он здесь Лишься Олег Рыжков С бородой Приятный такой Я один раз дал материал Они говорят не идут У нас коротенькие У вас слишком большие Ну понятно кто На первой странице Патриарх Нарисованы тут Большевики Арестованные Второй журнал Русский дом Для тех кто любит Россию Журнал для тех Кто любит Россию Значит благословение Патриарха До этого было Ну тоже Очень хороший здесь Редактор И прочее Наши большие статьи Вот статью Под поместили А не потеряю Ритунский дал Статью с фотографиями Ну и понятно Статьи все хорошие Но Проходит время Кто то научается Дальше нет Мы все таки Должны понимать По ранжиру что выше Выше всего Слово Божие Далее Дух Святой Берет святых Мужей И через них Дает толкование Вот блаженного фифилакта Еще вот свет Журнал Прекрасные фотографии И везде На каждой странице Слово Божие В синодальном переводе Я восхищен Можете знать Кто это Так и знает И местописание Глава стих Православная точка запятой Здесь Двоеточие Нужно сказать Симфония Когда православную Упускали до революции Везде двоеточие стояло И так понятно Точка запятой Означает мысль закончилась И дальше идет дальше Как есть И вот принесли недавно Вот такие вот маленькие журналы Маленькие Кажется для брата Игоря Принесли Да Отдать Да Да Мне передала Да Я взял специально показать За тысячу лет Не будет сказано столько Сколько здесь Ни одной фотографии нету Ничего нету Просто и понятно Малые пророки Какой оси Он не вмещается Самый большой Из малых пророков На вторую книгу заходит А дальше Амо Собаку Все это идет С какой любовью Он написан Когда был пророк Как переводится его имя Какие дела были в стране Ну Так подробно описывать Вот Александр Мень Он имел доступ К архивным данным Советую Брату Игорю Владимировичу Другим дать потом посмотреть Сравнять не с чем На каждой странице Буквально десятки мест Ссылка на Библию А что такое пиетет Объясни Пиетет это уважение 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 Как бы иметь кому-то пиетет Уважение Благосклонность Может быть там Я не знаю почему так Андрея Кураева Побудила Когда он там говорит обо мне Особый пиетет По отношению к Слову Божию Благословен тот день 27 сентября 62 года 17.00 Когда мне в руки Впервые За 23 года Попала Библия Вот лежат книги В каждой книге Вот которая здесь В среднем 3000 ссылок на Библию Моего тут еще нет Эту любовь Бог дал И тот день Запечатлелся на всех Сидящих здесь И на миллионах Которые В интернете Вот Не надо за раз Отрицать все Это не какие-то другие Ведь здесь Синодальный перевод у него взятый Я немножко так посмотрел Даже не прочитал Но все Знакомо Как у Бога Все это высчитано Плохо Что люди не в церкви Ну Просто плохо Но я вопрос ставлю Почему Из тех Которые я показываю Притом это лучшие журналы Нету такого Апиотета По отношению к Библии Почему Притом это самые Ну такие журналы берем Даже Рада Нежгазета Узконародная линия Патриотические Монархические Все вместе взятые Они не потянут На одну вот эту Маленькую брошюрку Нам это не уложили И когда начинают Ну что угодно Вот в интернете На меня Ну в среднем то Миним 250 роликов То есть они такие А он не такой С обвинением И на этой неделе Вот прошедшая была Усилие Врагов Коснулись как будто До дела И нас заблокировали На одну неделю Они выставляют Какой-то ролик Ну чтоб понятно было У меня роликов то не 2 не 3 А 20 тысяч 434 20 тысяч То есть даже 10 тысяч роликов Во всем интернете Ни у кого нет И 5 тысяч ни у кого Пока не встречал А это 20 Чего же не найти то У меня голыми руками Можно брать Я расскажу за что У меня уже несколько раз Они Первое предупреждение Второе Полностью уничтожается В виде каналах На которые я отдал Больше 10 лет Я очень прошу вас Помолитесь Чтобы истинно Воссияло Мне ничего больше не надо Ложь Ложь Ложное обвинение Совершенно ложное И там даже Ничего этого и нету Первый раз было такое Оберение Потерявки показал Бычка Продают А там Ну приехал Миша Никитин покупает Дальше обдирают Все На момент Когда втыкают нож Оказывается нельзя Привязали к столбу Андрей Продает Бычка Можно Дальше он упал Подходит уже разрезает Это можно А вот этот нельзя Так я говорю Дальше то я снимаю И комментирую И говорю Я стою Я не знаю почему Я батюшке говорю Лобейщик держал батюшка Да отпустите их на волю Не колите их Написано Слава детей Божьих Не будет этого Я дальше Не то что осуждаю Я говорю Ну не будет Прекратиться Я мясо не ем Мне тем более удобно говорить Поставили блин Это один раз меня хлопнули Но отошло и все Другой раз было Завровство Что я украл ролик И какой Указано Идут занятия В ГТУ Технический университет Я стою за камером Рядом брат Игорь Он считает То что А я стою толкую Я это сворвал А снимают Отец Ран Суворов Священник Батюшка приехавшая Что я тут взял Аудиторию Я арендую Четыреста десятый Корпус В Торник пятница И узнали Я с Украины Сергей Полос Все Указали Я стал добиваться А писать можно только одно письмо Одно Или оправдаешься ты Или Зависнет это За предупреждение действует Три месяца Через три месяца Полностью аннулируется Как будто не было Но если еще бы второй Теперь на две недели меня заблокируют А третье замечание будет Полностью уничтожается Все Так у меня Подписчиков Всего только сорок пять тысяч шестьсот Вчера передали только Заблокировали Полностью Миллионщиков У которых миллионы Подписчиков Миллионы Я посмотрел Да есть такие Даже по шесть миллионов Ну что там показывают Ну что много людей Это значит То что нравится Они говорят По мирски и мир любят А там развратные действия Разные Ну такое все И поэтому они Ясно дело Предупреждали Но только тут не было предупреждения Я говорю о любви к Божьему Слову Завтра Понедельник Где-то ночью Будет неделя И я могу заходить Пока ничего не будет Но уже со всех сторон Враги Ну найти то можно что-то где-то А ничего нету И они указали один ролик Который поставили А поставил его Ну кто-то Насчитывает сейчас Мои вопросы У меня 14 человек помогают А теперь Я их закачиваю И они под замком стоят А потом Замки надо снимать Мне Брат Владимир Помогает Он только снял Буквально через час Это уже в рывок В руках И они сообщили В YouTube YouTube Это означает Твой ящик Переводится В наш ящик заглянули Вопрос такой-то И я там Показан Юдопопом Что это такое Против евреев Против евреев Да Да Против евреев Когда здесь я сижу Насчитываю ролики И меня наоборот Там обвиняют Что я Предвзято отношусь Что всегда говорю Положительно о них Хотя ни одного дела Которое их есть Я нигде не могу отрицать Это так известно И дальше я делаю Ссылки на книги Из священного писания Видимо никто не читал Не видел Знаете Обидно бывает Когда Ты делал что-то Воспитывал А теперь говоришь А ты не воспитывал Не кормил Не поил Детей выбросил А ты их поднял на ноги Все предели и прочее Но это обвинение гнусное Я проехал сотни городов И везде когда выступал Везде говорю Что значит благословение Первое Не поноси семя Божие Авраамова Прими благословение И кто не проклинает его Будет проклят Кто благословит Будет благословен И последнее Малахия Третья глава Плохи десятилы Бог отверзит Двери неба Вот у меня один ролик есть Но просмотров Больше миллиона Из этих полмиллиона Допустим Пять тысяч Отрицательных И два человека Сказали правду А что это за ролик такой Заголовок называется Как хорошо жить в православной деревне И показано Потеряевке Как сидят люди обедят Ничего больше нету Это пишут Мне говорят Это пишут голодные Которые в городе Или живут А они где Как можно сказать Идуть по деревне Тут рядом гуси ходят Ничего нету Больше миллиона просмотров Совершенно ничего нету Я один раз другой смотрю Почему Узнаю деньги платят Специально нанимают людей Чтобы они день и ночь Клевиталии И каждый день одно и то же Сектант Еретик Убийца Ну я щелкну его Заблокирую Он новый опять открывает И потом говорит А я в Таиланде Был И за то что вот это делаю И мне большие деньги платят Так что потерпите Помолись А чтобы Господь примирил их И примирил с нами Если угодно Богу И чтобы администрация Этого ютуба За который мы молимся Разобралась И уже находятся люди Которые начинают В недельник Наверное будут Выходить на них Перестать только один раз Я говорю Укажите на тот Ролик о евреях Который я вот за этим столом Насчитываю Показываю Стою Молюсь за израильский народ И ролик тот стоит уже 7 лет Но они и в нем пытаются найти В каждом ролике могут найти Обвинение на Яна Златоуста Один выходит Начинает В хос и в грибу Яна Златоуста Я ему ответил Зачем бы я выходил Я знаю он клебетник Ужасный везде уходит Он сразу бросился на меня Составил где-то 5 примерно роликов Всякую мерзость Но я надеюсь Что Златоуста знает Я за него заступился Заступись за меня Святой Ян Я не промолчал Видя что клевещут на тебя Поносят А ты не можешь сказать Тебя нету Будь мне помощником В этом деле И так на этой неделе Заканчивается у меня И чтобы враги отстали А результат нашего канала Ну только кто говорит Развести нет никого Они не знают Крестили в прошлом году Сколько людей Все пришли через интернет Вот готовится Сейчас сидит брат-то тоже А сколько Которых направили мы На афоны другие Даже сосчитать невозможно И они крещение приняли Вы наш духовный отец С семьям Из протестантов Значит Работа Ни одного дня Ну и И вонцовы конечно Даже произносить Бойзе Мы должны знать что Как говорит Пеофан Затворник Благодать трех видов Первое Призывающее Проповедь Прямо о Христе У кого она больше У протестантов или у православных Второе Многие люди обращаются Наркоманы Преступники Они работают не где-то Прямо в лагерях В тюрьмах Благодать обращающая Я не говорю ни о чем Но Работают не православные Мы были там Сколько я 18 лет с тюрьмой работал Всем отказали Одновременно В университетах Преподавали пяти здесь Все одновременно Москва дала указания Никого не пускать Почему Люди куда ведут Вербовать стали там Разные там мусульмане Говорит в других городах Ну и власти как-то Должны реагировать А отбирать Проверять Лично скажем Не наговоришься И вот когда мы Касаемся этой темы То видим Господь нас обильно Благословил В этой работе Эту неделю Сейчас везде спрашивают В интернете Где Куда делся обо мне Узнаете Что с ним Не умер ли даже Никита Который у нас был Колесников И тот мне написал Живой ли я Как так Такого не было Каждый день выставляем 40 Даже 50 роликов Сейчас работа Очень бурно идет И конечно это Кое-кого задело Я сказал чтобы Постарались Там работают Три человека над этим Завтра Пошлют Самую администрацию Туда Тем более об администрации Мы молимся Каждый день Это все Перед Богом А если закроют Вот что интересно У меня никакого Опыта не было Но только первый Сайт открыли Я сразу Забеспокоился Еще один Только ролик стоит Открыть где-то В Южной Америке Северной В Австралии В Испании Открыть Новые каналы Конечно там платят Сразу открыли два В Америке Чтобы шла копия И вдруг Люди Которые Которым ездил Виталий Работал Регис Фамилия Его Или Имя Его Ирма Она Литовка Литовка Ну В Литве Родилась И они Дали совет Давайте Снимайте Все Копию В любой момент Могут все изменить А у нас будет готово Мы подготовим И высылает на то Чтобы мы сняли 1000 евро 1000 евро Это не 2 рубля Это 70 тысяч рублей Так и сделали Виталий Калейников Поехал Говорили надо Через КГБ Проверку Нет Это оказалось Ложно Нигде не требуется Он просто отвез То есть у нас Ну конечно Год назад Только было Тут много нового И помолиться об этом Чтобы Расположение людей К нам не ослабло Вот нам нужно было В лагерь Что-то Они ни слова не говоря Сразу скинули Чуть не 1000 евро Вот это Мы все снимали Покупаем эту Электрическую печь Холодильники И все отослали Молиться о них Регис и Ирма Это два человека С которыми я не встречался Но расположение их Как будто Не знаю Даже сравнивать нечем Итак Я для чего это сказал? Для чего? Значит Благодать Призывающая Вот в этом журнале Благодать обращающая А вот в этих журналах Благодать освещающая Как говорит То есть у них нет священства Помолиться Чтобы у нас было то О чем сейчас я говорю Что там написано У нас было А у них было то Что у нас есть Рукоположенное священство Епископа Практически Есть такие статьи Притом архиепископа Максимовича Он пишет так Протестантизм в православии Православие в протестантизме Статья одна Я не свои слова говорю То есть об этом Должен молиться Добрый Вот этот приятет Священному писанию И у нас приятет К третьему К священству К рукоположенному И чтобы Господь Ну всем дал то Что необходимо Три У них два есть У нас Чтобы у нас это было Бога слава Веки Аминь Завершаем Две минуты Повторых Повторых Вот насчет канала Я хочу похвалиться своим Господом У меня заблокировали Год назад мой канал На ютубе Заблокировали его По 90% золозащитники За ролик Где я ребром ладони Дрессирую собаку Она звездного Там сначала было жестокое обращение С животными Потом мошенничество И у меня заблокировали канал Навсегда Но перед этим были нападки То что я садист Что я там жестокий Все там это самое Все знают что я чемпион России Что у меня результаты У меня команда Но однако Все Содержание того Которое у меня Вот Да И Венакий Тихонович на этот ролик Тоже давал свой отзыв Ну да Ладно там с щенком Но когда он из взрослых собак Которых уже урагана Он покойник И был потенциальный Я из него слепил Чемпиона России И мы живые Слава Богу Приехали из поездки Благодаря ему Так вот Заблокировали этот канал Навсегда Мне было очень больно Там были не только Ролики по дрессировке Но и Ну в наших там собраниях И все И о чудо Я думаю Я уже смирился Уже все Хотел им отомстить Потом простили Думаю ладно И все И все И потом Я думаю Дай-ка еще одну жалобу напишу И написал слово Клевета Меня оклеветали И о чудо И канал этот Мой прежний Разблокировали Разблокировали Которые заблокировали Навсегда И на все И у меня была У меня была мысль такая Удалить этот ролик Но я боролся внутри Там истина Потому что Истина заключается в том Что я если человек Я имею право животному Делать больно Никто мне это запретить не может Ради его же блага Чтобы оно Не отравилось хотя бы Чтобы оно охраняло Чтобы оно Пользу приносило Так Бог повелел Все у меня Слава Христу Отравдался Молодец Еще на эту тему Хочу сказать Вы поймите Что за этим Что я говорю Стоит очень многое Апостол Павел Сидя в тюрьме Писал Молитесь Дабы я был Возвращен вам С этим каналом Фактически я ухожу То есть Я то состою У меня есть тряпок Из этих Это вот мое богатство И все это стоит В интернете Интересно Даже из Корщины Там это заходит Они говорят Утром Первым делом смотрим Что там у вас новое есть А там у нас не то что новое Ни у кого такого нету И все духовное О Боге И как сделать Не знаю Я так и Господи Ну ты знаешь Если волос не падает Но здесь не падает ни волос Горы рушатся Приди на помощь Дальше я ничего не могу сказать А если закроет все Чтобы внутри не возникло то Что я думаю о томстить Или что Чтобы я по прежнему Молился И трудился Для Бога Спасибо Можно спросить Если канал закрывают Другой можно открыть Конечно Ну открывай заново Так ты знаешь что такое за него Это не шапку на голове повернуть Это требуется часы на один ролик Вот у меня бывает ролик Я ставлю один Семь часов загрузка Это одного Ну и Один человек говорит Знаете я все ваше просмотрел Я говорю сколько Да уже три месяца Я говорю Чтобы у меня все просмотреть По одному счастливу в день Потребуется ровно 14 лет А ты как за три месяца посмотреть Ну тогда не все Да конечно нет Вот так И самое главное Обидно Должно быть И люди которые знают Об евреях Сказать по слову Божию Что какие Я не могу сказать что они там Как это пушистые Другое А тут статья появилась И не где-то Там кажется В Алтайской правде Главой Горного Алтая Был Лапшин Не слышал такого? Лапшин И У него этот Помощник там Вайп или кто-то такой Сказал И говорит Скажи так Ну все места Нашему руководству Все Ну и евреи И он за то что он сказал А я это беру статью И говорю Он что должен был сказать? Что евреи работают Кащегарами и пастухами? Давайте посмотрим как Но не насмотря ни на что У Бога Программа Такая Избрал Абрама А почему там Измаила? Мне не надо щамкать Уже все кончено Вот У Бога Запрограммировано все И мировая система Как будто сейчас Она не делает Что-то собираются Там Страны Это все идет То что Бог сказал Они не могут Ничего сделать Мы не можем Ничего сделать У Бога запрограммировано Это Вот сейчас границу Давайте там Отхватим Украину Крым или что-то У Бога все известно Границ не будет Это где-то рядом Все государства мира Сольются в одно К этому стремятся? Да Стремятся Ну так столицей должен быть человек Будет А столица Начинает гадать Вашингтон Москва Я говорю нет Иерусалим Уже названо И правитель будет Ни русский Ни цыган Ни англичанин А евреем Из колена данного Они разбиваются На 12 частей От сыновей Якова И он 2000 лет назад написано И он будет царствовать Над всем миром Выдавая себя Не за правителя умного А за Бога Второй Фестеракин 24 И сядет там храм Который сейчас Под мечетью Это все будет убрано Будет храм их И он будет царствовать Ровно Три с половиной года Сторые два месяца Ну 2000 лет назад Кто это может сказать? Мне сегодня один зашел Человек Ну Да много ли религии Разно составляют? Я говорю правильно Но живая связь У кого со своими божествами есть? Нет А я вот молюсь И мне в этот день Бог дает Я об этом молюсь Ложимся спать Денег нет Я помолился Среди ночи звонят Другое государство Вам деньги нужны? Я говорю Да Мне книгу выкупить Пожалуйста На завтра ехать Денег то нет А мы только на одном путешествии До Лиссабона Летом ездили На горючих потратили 440 тысяч Это деньги А у меня пенсия До последнего времени была 8141 рублей 33 копейки Я обновила ничего Незнакомый человек Из Калининграда Булкин Дмитрий Вам деньги нужны? Мы только помолились Незнакомый человек У меня живая связь с Богом Я говорю Ну Я книги не издаю уже Я закончил Все Так Неужели не возьмете Я говорю Ну На путешествие Я подхожу к кассе А дороги Ты деньги должен разбить На несколько мест Чтобы не сразу потерять Как вернуться то Если денег нету Я же финансист здесь Финансист Деньги на мне Но дорогу Я ни разу не покупаю рыбу Мороженое едят Я ни разу нигде не съел Почему? Не потому что я хороший А потому что Я должен людей довезти до дома С машиной И вот ты из этого только пойми Как это все было непросто С этими деньгами Я их везде Надам Крупные какие-то И гляжу В банк Пошел здесь Подает одному пятерками Это пять тысяч А другой пару Ну мне то она если даст Пятьсот тысяч Куда я их делал? Я стою и смотрю Мне бы вот эти Она вдруг меня спрашивает Какими дать Этими или этими Я говорю Этими красненькими Никогда в руках Я этого не держал И теперь я распределяю Молитва Мгновенный и мгновенный ответ И кроме того Это пророчество И падет с неба звезда полынь И воды сделаются горькие И на людей будут нарывы А что такое полынь? По-украински кто знает Черные были я А что такое черные были я? Черного Взрыв четвертого Как их называют? Атомного 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 Вот почему я Другого избрать не могу Только для Бога Я хотел это сказать Призвать вас на помощь Я нуждаюсь в этом И те которые обвинения было Больше их не было Три месяца оно уходит А одно значит в Германии Они устроили такое Десятый класс Девки здоровые Это Учитель добился Все разделись Разделись на чем Ни одной нитки нету Юноши Девушки Преподаватели Все голые Ну а то стоят рядом Надо чтобы на друга попали Теперь канат И тянуть с удовольствием Голые абсолютно И я на эту тему сказал И показал в кадре Что делается то Я распространение Да я как раз против этого то Вот даже сказать нельзя Я против того что Ну я не лучше так против Ну я не согласен Что скотина погибает Мне не нужна Это мясо то И третий раз было На квартире Вот Ольга Николаевна Виктора Нашего Ставщинка И у нее Внук Ну непослушный И не слушается то И я его учу И говорю Ты вот так делай так то А вон орёт А Диана Закрывается Поставили вину Да я ли не знаю Когда 48 лет с детьми занимаюсь И как Он не слушается там Убегает где то Я с ним беседую Ребёнок плащет Ну плащет то чего Мы пришли Он плащет и из бабки Выжимает что то Ни на чё не смотрят То есть трижды у меня Было вот это Заскок Шестерёнка не совпала Зубцами Но всё сняли И вот всё ушло Здесь я вижу Навал Вот ещё не кончилась неделя И сегодня предупреждают Уже стоит Второй ролик Ничего нету Абсолютно нету Я не скрываю Мою любовь К слову Божию А раз к слову Божию Я не могу 12 главу Бытия куда то деть Поэтому я всех призываю Всегда Никогда не присоединяйтесь Никаким словам Против избранного Богом А нет Там сатана избранный Ты за это тоже Я говорю Отметишь Ты знай Это Бог избрал его И остаток Израиля Павел говорит Спасётся В конце мира будет Пробуждение израильского народа Они примут Христа Как Спасителя Мы считаем Послание к Римным Павел говорит И поэтому Там оно не вмещается А в целом Пакетами Священное Писание Другим шрифтом написано Ну вот он рассказывает Брат Сергей Павлович Что может быть Кто то рассмотрит Значит усильте Молитву Я вас всегда помню Это не для меня Для меня я там ничего не беру Это для людей надо Мне Бог открыл Сегодня понимает Нигде в мире Этого нету Вот представьте Вот у меня последние Неизданные Четыре книги Стихов По 800 страниц Каждая книга Стихотворение каждое 36 строчек Напротив каждой строчки Местописание Откуда взято Глава стих Глава стих Этого никогда в мире не было Почему это не моё Я ничего своим Вот считают Сергей Я до конца стою Моё стихотворение в конце Знаете ладно Ну никуда не денешься Я стою и нет Это настолько выше Моёго уровня Даже А как вы писали Я им показал В литературном институте Где вы берёте тему Я говорю я молюсь А рядом У меня как будто Строка вперёд Проплыла Как будто Я не видел Она в мозга где-то Я служил на молитве Сразу записал Кончил молиться 35 строчек Такого не бывает 3467 стихотворений И ни одной помадки нигде нету Такого не бывает Почему я к себе их не переношу Да они не стихи Не стихи Проповеди стиха И чтобы Господь это всё сохранил На них будут вот-вот смотреть уже по-другому Я вчера сказал Их понимают Может быть только один у нас человек Игорь Владимирович Габунов Итого с третьей попытки Сколько же там взят Какой словарный запас Ну Юдалевич сейчас Марк Иосифович Главный здесь поэт был В Алтае Он когда посчитал У меня там одно Он отшатнулся У меня ни одного такого нету А как говорите Я говорю не могу ответить на вопрос У меня щётки Я смотрю Молюсь И всё идёт На любую тему Она смотрит в очках Про очки Подкёрлась рукой Про это есть Ты улыбнулась Про это стихотворение Почему? Бог делает Я боюсь даже сказать Что это Господь делает Так помолиться Чтобы это сокровище Бог сохранил Тем более Тысяча экземпляров всего Шестьсот Отданы бесплатно Библиотеке мира Шестьсот пятьдесят Из тысячи А остатки которые есть Вот это Это тысячу двести пятьдесят долларов Или сорок пять тысяч Теперь новая цена Ни одного рубля Оттуда получая Ко мне не попадает Они сразу идут Куда Господь укажет Сколько ещё раз цена? Цена сколько ещё раз? Тысячу двести пятьдесят долларов Долларов Это с отправкой вместе И с курьером И старой Или на рублях сорок пять тысяч У меня почти десять лет Они ставили двадцать четыре тысячи Теперь остаток Я переоценил Посмотрел Как на первый год Издание было Издать невозможно У меня четыре Тома стихов Я ничего не могу сделать Пошёл И сам чуть не за два миллиона Уже закатывает А почему? А нет бумажных комбинатов Всё Китай сейчас Речь идёт не о сотнях тысяч А о миллионах кубометров Леса Показано Которые везут в Китай И они теперь Бумагу делают По любой цене Конкурентов нету Это мы себе так поняли Но тут Нужно ещё и Валентина Распутина вспомнить Комбинат был бы Доводы шли в Байкал Знаете Сколько я нового узнаю Самое большое пресное озеро Байкал Так вот Вся на земле Вода пресная Это всего лишь десять процентов Того что в Антарктиде Толщина льда там Сколько было? Два километра? Два километра До трёх И как они там работают? Сегодня, говорит, тепло Пятьдесят градусов А сколько? Семьдесят Восемьдесят И вдруг ночью пожар Сгорел дизель От которого свет, тепло И они остались Ну у них там траншеи на влет И там потеплее Говорят, пятьдесят градусов Мороза Что делать? А к ним только раз в году можно попасть И дальше показывать какие люди есть И как приходят ледоколы И как разгружают И как они идут Тысячу с лишним километров по льду Это надо видеть Какие там проломы бывают Я посмотрел Первый раз вижу Какие мы блаженные У нас всё Тишина, покой Это наши люди Наши русские В Антарктиде там работают Это Мы даже день и ночь Я один раз посмотрел Как оленеводы И как они Каждый день Переезжают Опять чум наматывают Тепла то нет Я теперь молюсь Только за них Господи Спаси Чтобы они не замёрзли Бога слава Спасибо Достойная всякого истину Блажите Тя Богородицу Присноблаженную и пренепородшую И Матерь Бога нашего Честнейшую Херурим И славнейшую Держ с ранения Серафим Без искрения Бога Слова родшую Сущую Богородицу Тя величаем Господи Защити Родину нашу От нашествия Иноплеменников От внутренних Распрей От беззакония Которое в тайне Останови Останови делающих зло Просвети правителей Страны нашей Чтобы принимали мудрые законы И всех начальствующих Так же просвети и защити Людей не познавших Тебя Обрати к истине Что божественной любовь Тебя коснулась каждого сердца Священники Которые не служат Тебе Как должно Пусть покаяться В небрежении Своем И проповедуют смело И инославным Об Иисусе Христе Господи Праведны Суды Твои Над Россией За то, что оставили Тебя И Слово Твое Изреченное в Святой Библии Прости нас Господи Владыка жизни Что закрыли имя Твое Бога Иегова Дух Святой Да наставит нас Не признавать никаких Иных богов Вот и я Алло отче Господи И исполни молитву всех Молящихся о нас Во благо нам Любящий Наш Отец Небесный Ради голгофских Страданий Сына Твоего Единородного Господа И Бога Нашего Иисуса Христа И пролитой им крови Прими наши молитвы Услыши нас Господи И исполни наши молитвы О всех заповедавших Нам молиться о них Спаси их Господи И помилуй Аллилуйя Аллилуйя Аминь Говори Господи Владыка Слушай и дослышит Раб Твой Говори 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 Хвала Тебе, Единая Троица, Отец и Святой Дух. Аминь.